здравствуйте ребята тема сегодняшней лекции сегодняшнее занятие это электромагнитные волны вообще электромагнитные волны очень такая интересная тема по той простой причине что до сих пор скажем так непонятно в какой среде электромагнитные волны не раз в какой среде электромагнитные волны распространяются до середины до конца пример примерно двадцатого века то есть 1900 нет до конца 19 века считали что электромагнитные волны распространяется в эфире пытались найти этот эфир да но тщетно опыт майкельсона и морли предсказал показал что вселенского вселенского эфира или эфирное смещение не существует поэтому оказалось что электромагнитные волны распространяются в нашем не в другом каком-то измерения в нашем нормальном трехмерном измерении но до сих пор непонятно что такое вот это вот электромагнитные электрическое поле и магнитное поле то есть из чего она состоит и существует и все конечно но входит в одно из четырех фундаментальных физических взаимодействий то есть это сильное слабое электромагнитное и гравитационное воздействие но опять же как я уже сказал в качестве переносчика электромагнитных волн взяли фотоны но в чем и как что из себя представляет фотоны частицы до осцилляторы опять же это все математические математические какие-то модели а вот вещественного ничего не обнаружили единственное что понятно то что электромагнитные волны способны быть излучены и способны быть приняты способны переносить частицы информации более того человечество сейчас на сегодняшний день смогу очень хорошо эти приемы переноса информации с помощью электромагнитных волн освоить даже с помощью световых волн смогу освоить ну и принципе мы сегодня рассмотрим физические принципы распространение электромагнитных волн и принципы радиосвязи и телефонии ну по крайней мере цифровой цифровой телефонии цифровой передачи информации вот такое небольшое вступление во первых что касается электромагнитных волн мы до сегодняшнего дня рассматривали переменный электрический ток и сказали что переменный электрический ток хорошо передается на большие расстояния постоянно электрический ток на большие расстояния передается на у переменного электрического тока есть еще одно свойство вы знаете что вокруг любого проводника с В прошлом году изучали, что вокруг любого проводника с током возникает магнитное поле. Оно будет постоянным, если по правилу Буравчика направление вектор магнитной индукции B будет направлено по часовой стрелке, а сила тока, если будет направлена в этом направлении. Но если же ток будет переменным, то вектор магнитной индукции будет увеличиваться. Можно представить его вот таким вот образом, если проводник с током, представить как он входит в плоскость доски. Давайте вот так сделаем крестик. То есть проводник входит в плоскость доски. Тогда вокруг возникает магнитное поле, переменный электрический ток, подчиняющийся закону и косинус омега Т. Вокруг возникает магнитное поле, оно увеличивается, увеличивается и достигает некого максимума. Так, очень плохо видно. Давайте. Увеличивается амплитуда. Увеличивается, увеличивается, достигается максимум и потом уменьшается. И снова увеличивается, уменьшается. Вот вектор Б, это вот закольцованный вектор Б, будет направлен по касательной к этой окружности. Причем его длина будет то увеличиваться, то уменьшаться, то увеличиваться, то уменьшаться. Это еще не все. Самое интересное, самое интересное, то что изменение вектора магнитной индукции порождает, порождает вихревое электрическое поле. Переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле. Что означает вихревое электрическое поле? Если представить, что вот эти вот поля, магнитные поля, как еще не замкнутая часть, то есть прямая часть вот этих вот окружностей. То есть вот, допустим, две окружности получилось у нас, да? Здесь и здесь два тока, или, допустим, две окружности вот так вот получается. И переменное магнитное поле будет порождать вихревое электрическое поле. Вихревое означает закручивание, закручивание вокруг вот этих вот линий. Эти линии тоже будут замкнуты, вот эти магнитные линии замкнуты. И, соответственно, и электрические линии тоже будут замкнуты. Вот магнитные поля. Вот это вертикальное, то, что я показываю, это магнитное поле. А вот это вот будет электрическое поле. И магнитные поля, магнитные поля, вот эти вот замкнутые, они порождают вихревое, вот это вот, это вихревое, то есть закручивание вокруг векторов магнитной индукции, закручивание вектора электрического поля. Это вихревое поле, называется в математике. Соответственно, вихревое электрическое поле создает, в свою очередь, оно тоже же будет меняться, правильно? Оно будет увеличиваться, оно будет уменьшаться, увеличивается и уменьшается. Соответственно, в результате увеличения и уменьшения будет создаваться новое вихревое магнитное поле, которое будет снова порождать электрическое, которое снова будет порождать магнитное. Таким образом, будет происходить взаимное превращение, снова порождение электрического поля, которое будет снова порождать магнитное поле и так далее. То есть, будет происходить распространение электромагнитной волны в пространстве. Направление распространения определяется вектором поинтинга, ну ладно, это чуть-чуть попозже. И вот это предположение, на этом и строится все распространение электромагнитных волны. Предположение это было выдвинуто Джеймсом Кларком Максвеллом в 1850-х, в середине 19-го века. И он представил, вот именно он представил, ну до этого, конечно, пытались объяснить сначала электромагнитные волны как частицы некоторые, сначала как волны, потом как частицы. А вот Джеймс Кларк Максвелл представил среду, в которой распространяются электромагнитные волны в качестве эфира. И, ну если рассматривать его ранние труды, если интересно, то посмотрите, есть книга «История физики», и там рассматривается движение частиц эфира. Вот, и вот эти линии, они показывают траекторию движения частиц линий, которые электронов, ну или частиц эфира, не электронов, частиц эфира, вот в виде вихря. И, соответственно, магнитных частиц и электрических частиц, что-то вроде этого. И они движутся в взаимно-перпендикулярных пространствах. Конечно, он это объяснил также с точки зрения, еще используя все еще классическую механику Ньютона. Но выведенные им уравнения, которые называются уравнениями Максвелла, вошли в историю как уравнения Максвелла. Их шесть штук. Интегра дифференциального уравнения второго порядка, я их сюда писать не буду. Но решение этих уравнений дает нам полное представление о том, как будет распространяться волна в пространстве в зависимости от расстояния и в зависимости от начальных условий. Если имеется амплитудное значение электрического и магнитного поля и известна частота излучения, то можно определить в определенной точке, определить магнитную и электрическую составляющую. Соответственно, можно определить плотность электромагнитного излучения и мощность электромагнитного излучения в какой-то точке. Но это делается с помощью машины, то есть вычисления с помощью машины, потому что вручную это сделать невозможно. Расчеты очень громоздкие, большие, интегры дифференциального сравнения вычисляются численными методами, то есть с помощью машины, машинных вычислений. Так, хорошо. Вот если представить электромагнитную волну в виде взаимоперпендикулярных волн, то можно сделать следующий рисунок. Вот трехмерная ось, трехмерное пространство и электромагнитное излучение можно прозбить на две составляющие. Как я уже сказал, электрическая составляющая, которая порождает магнитное, которая порождает электрическое. То есть это у нас векторы. И огибающая будет выглядеть как синус. Вот те векторы, которые я показывал, они будут то увеличиваться, то уменьшаться, увеличиваться и уменьшаться. И их направление, если рассматривать сейчас это в пространстве, а если рассматривать в предыдущем рисунке, то эти векторы были бы направлены в направлении касательной, к вихревому потоку. Вот. И магнитное поле. Магнитное поле будет Выглядит вот так. То есть В одном случае у нас получается Направление электромагнитной волны. Говорят, правый винт, в другом случае левый винт. Вот здесь вот правый винт получается, вот здесь получается левый винт. То есть в одном направлении вращение происходит, потом в другом направлении вращение происходит. Так. Обычно по оси Х откладывают По оси Y откладывают электрическую составляющую по оси Так. По оси Y, вот это X, вот это Z. И по оси Z откладывают вектор Вектор В магнитный. Вот это вот направление распространения электромагнитной волны. И вот В теории Максвелла Было предсказано, что скорость распространения электромагнитной волны равна скорости света. Экспериментально также было доказано, что электромагнитная волна имеет скорость света. Следовательно, свет тоже является электромагнитной волной. Просто видимый свет, к примеру, это электромагнитные волны более высокой частоты. Те волны, которыми мы пользуемся для радиосвязи, для видеосвязи, для телевидения, они имеют меньшую частоту. К примеру, сотовая связь у нас 800 МГц, от 800 МГц до 1900 МГц. Wi-Fi 2.4 ГГц, 10.9 степени. А видимый свет, у них длинный волон 790 нанометров, это примерно более высокие частоты. Хорошо. Так вот, скорость света в теории Максвелла была определена следующими величинами. С равная 1, делённый на корень из ε0, μ0. То есть, определена через две константы. Электрическую постоянную и магнитную постоянную. Электрическая постоянная 8,85 на 10 минус 12 степени фарад на метр. А, μ0, 1,26 на 10, так, это магнитная постоянная, которая равна... Так, 1,26 умноженная на 10... Так... Так... Где она? Значение физических величин, физическое постоянное, магнитная постоянная, где она находится? Так... 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 На 10 минус 6... Метры умножены на килограмм, делённые на секунду в квадрате, и на делённые на ампер в квадрате. Ну, это для вакуума. Если же у нас... Есть какая-то среда, то здесь добавляется ε и μ. То есть, показать... Так... Электрическая проницаемость среды и магнитная проницаемость среды. Так... Это у нас скорость света. И вот эти вот расчёты были подтверждены экспериментально. Так... Введём понятие интенсивности электромагнитной волны. Э... Интенсивность электромагнитной волны обозначается буковкой И. Это у нас что? Это... Энергия электромагнитной волны. Падающая на некоторую площадь. Или проходящая через определённую площадь за промежуток времени Т. То есть, к примеру, электромагнитная волна была излучена... Излучена каким-то источником. Проходит через... Вот... Источник здесь... Проходит через... Площадь С. Вот она, площадь С. Проходит через площадь С. За время Т. С одной стороны, энергия. Вот эта вот энергия. Да? Это интенсивность. Энергия. Площадь С. И время Т. А... Ну и объём можно определить. Объём это расстояние, которое... Электромагнитная волна пройдёт за время Т. Со скоростью С. Со скоростью света. Энергию электромагнитной волны можно определить через плотность электромагнитной волны. Маленькая W, умноженная на объём. Объём. А объём... Это что? Это СТ, умноженное на С. СТ или... Это Л. Да. Ну и если мы подставим вот сюда, то получим... В, С, Т, С. И подставив это вот в это выражение, мы получим И, равное... В, С, Т, С, делённое С, Т. Эти две вещи сокращаются. Остается В, С. То есть, интенсивность электромагнитного излучения прямо пропорциональна плотности излучения и скорости света. То есть, интенсивность... Скорость света постоянная величина, она полностью зависит... Интенсивность полностью зависит от плотности электромагнитного излучения. Плотность электромагнитного излучения можно определить следующим образом. Через плотность электромагнитного излучения, если подчиняться закону сохранения энергии, Эпсион, Эпсион нулевой, Е в квадрате, делённое пополам. Это плотность электрическая и плотность магнитная. И они равны. Ню... Так, стоп. Б в квадрате, делённое на ню, ню нулевое и двойка здесь. Два мю 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 нулевое. По закону сохранения энергии эти две величины равны. То есть, электрическая энергия преобразуется полностью в магнитную. Ну, если закон сохранения энергии работает, то в вакууме. Если же в какой-то среде, то, конечно же, происходят некоторые потери. Кстати, мощность электромагнитной волны ослабевает по логарифмическому закону в зависимости от расстояния. Логарифмическая кривая очень сильно похожа на гиперболу. То есть, она стремится к какому-то значению. Очень быстро спадает вот таким вот образом. Так. Хорошо. Ну... Основа, физическая основа, вот она. Теперь, если рассматривать принципы радиосвязи, то обычно говорят о канале связи. О простейшем телекоммуникационном канале, точнее. И... Делать следующее. Вот... Аналоговая. Если говорят аналоговая, то это означает непрерывное. То есть, каждому значению. Аналоговая электроника занимается тем, что... Каждому значению физической величины... Каждому значению физической величины можно определить в соответствии какой-то временной промежуток или значение по времени. Амм... Проблема в том, что наши ресурсы... Наши ресурсы, которые обладает человечество, я имею ввиду, да. Они не бесконечны. Амм... Невозможно... Достаточно точно... Ну... Наоборот. Достаточно... Достаточно и для восстановления точностью можно, да. Интерпретировать определенные физические величины. Но... Максимально точно. То есть, каждому значению физической величины невозможно поставить соответствие. Сейчас, на сегодняшний день. Невозможно поставить соответствие какую-то... Какому-то времени к физическому величину. Потому что... Даже между... Ну, вот... Если мы будем рассматривать координатную плоскость... Координат напрямую, да. Вот... Просто... Когнатная прямая по иксу, да. И между даже нулем и единицей будет бесконечное количество... Между нулем секундой и единицей секунд будет бесконечное количество промежутков времени. И если будет какой-то аналоговый сигнал, то есть непрерывный, изменяющийся во времени, то необходимо будет бесконечное количество промежутков времени брать. Бесконечное количество вот здесь вот значений брать. Ну, во-первых, это нецелесообразно. Но это не нужно, да. Хотя, с теоретической точки зрения это сделать невозможно. Нецелесообразно, потому что если мы говорим, допустим, о звуке, да, который можно передавать по электромагнитным волнам или видеосвязи, или картинках каких-то, да, то сигналом не нужно ставить каждому значению бесконечному, в промежутке бесконечных количествах. Не нужно ставить точное соответствие. Потому что, во-первых, органы чувств человека, они не идеальны. Они не увидят разницу между, например, частотой 20 и 22 кГц. Это будет одно и то же для человека. Ну, конечно, если не идеальный слух, да. Поэтому различия, небольшие различия для человека не существенны. На этом, в принципе, строится, во-первых, и аудиосвязь, процесс цифровизации и архивирование. То есть, человеческий глаз не ощущает разницу между какими-то небольшими изменениями. К примеру, фотографию, если фотографию будут сжимать с помощью какого-нибудь формата, допустим, gpg, да, то пиксели, которые имеют одинаковый цвет, ну, или близкий цвет в каких-то пределах, их просто берут и закрашивают одним цветом. То есть, алгоритм закрашивает эти пиксели одним и тем же цветом. Таким образом, можно сжать информацию, если мы имеем несколько рядов с одинаковым, несколько колонн или рядов с одинаковым цветом. Что и дает возможность для архивации и сжатия изображений. Ну, давайте построим самый простейший канал связи. Состоит он из следующего. Ну, давайте так. Допустим, вот здесь вот будет микрофон. Я нарисую его вот таким вот образом. Это микрофон у нас. Мы говорим аудиосигнал в этот микрофон. Что происходит дальше? Электромагнитный сигнал от микрофона и от генератора высокочастотных, высоких частот, генератора высоких частот, от них двоих сигнал поступает в так называемый модулятор. Что такое модулятор? Как я уже говорил, М букв. Как я уже говорил, переменный электрический ток излучается. Мы вот только что рассказывали, что вокруг проводника с током, переменного проводника с током с переменным электрическим током. Проводник, в котором проходит переменный ток, вокруг него возникает переменное магнитное поле, которое порождает электрическое, которое порождает магнитное и так далее. Так вот, чтобы излучалась электромагнитная волна, нам нужен переменный ток. А этот переменный ток создается с помощью генератора высоких частот. То есть мы низкие частоты, с помощью модулятора, мы низкие частоты накладываем на высокие частоты. То есть носителем информации будут высокочастотные сигналы, на которые мы наложили звуковой сигнал. Зачем это делается? По той простой причине, что низкочастотные сигналы, а именно голосовой сигнал записывается на частотах 0,3 кГц до 3,4 кГц. Этих частот недостаточно для того, чтобы на этих частотах не производится излучение. Невозможно, сложно передать. Нужны очень большие мощности, чтобы на большое расстояние передавать излучение на таких частотах. Хотя, конечно, есть технологии, но мощность должна быть очень большая. Так. Обычно производится модуляция. Модуляция на более высокие частоты, до мегагерц. То есть голосовой сигнал или музыка, да? С килогерц переводится на мегагерцы. И вот радиовышки, радиостанции работают на частотах от 88 мегагерц до 105-102 мегагерц, в зависимости от страны. То есть мы на 1000 герц поднялись наверх. Дальше. После модулятора всё это идёт в антенну. Ну, сначала, конечно, усилитель. 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 И потом антенна. На приёмной части происходит обратное преобразование. То есть от антенны вот эта антенна. От антенны идёт снова к усилителю. Потому что сигнал на большом расстоянии он ослабел. Его нужно снова усилить. От усилителя у нас идёт к демодулятору. Демодулятор, по сути дела, фильтр. Фильтр, к примеру, мы, помните, строили последовательные цепи. Цепь RLC цепочку. Вот такого рода фильтры ставятся для того, чтобы отфильтровать определённую частоту. То есть, если мы точно знаем, что радиостанция работает на определённой частоте, допустим, 102 МГц, то мы дём... Мы демодулятор настраиваем на частоту 102 МГц. То есть ставим цепочку, в которой создаём резонанс на данной частоте. Далее, после демодулятора идёт динамик. Ну, давайте. Демодулятора и фильтров различных идёт динамик. Вот такая вот простая электрическая цепь. Детекторный радиоприёмник. У вас в учебнике вы можете посмотреть схему. Можно настроить на приём частотомодулированного FM-сигнала. Ну, существует на сегодняшний день основных три вида модуляции радиосигнала, электромагнитного сигнала. Это амплитудная, частотная, фазовая. Ну, и четвёртый вид, можно сказать, что это вид, это смешанная модуляция. То есть амплитудно-частотная, фазочастотная, амплитудно-фазовая и так далее. Так, и давайте рассмотрим теперь принципы цифровой связи. В чём отличие? Ну, ведь, как я уже сказал, аналогный сигнал – это сигнал непрерывный, а цифровой сигнал, он прерывается. Ну, проблему, как я уже сказал, ну, не проблема, а отличие, да? И зачем нам нужно это? Смотрите, например, у нас есть некий аналогный сигнал непрерывный. Как я уже сказал, каждому значению, каждому промежутку времени можно поставить соответствие... Каждому значению времени можно поставить соответствие некоторое значение сигнала. Вот так вот, да? Каждому можно поставить соответствие. Так и делают. Ставится отверстие определенное значение. Но, как я уже сказал, между нулем и единицей находится бесконечное количество цифр. Но и каждую эту цифру находить зачем? Это не нужно. Нам достаточно найти с определенной точностью, чтобы человеческое ухо это восприняло, услышало и могло как-то это интерпретировать. То есть мозг это мог интерпретировать. Поэтому производится так называемая дискретизация сигнала. Что это означает? Это означает, что мы делим весь промежуток времени не на бесконечное количество промежутков, а на конечное. К примеру, по половинке возьмем вот здесь. И поставим соответствие. Через каждую половинку мы определим значение сигнала. Определим значение сигнала. Через каждую половинку. Тогда, тогда у нас получатся следующие точки. Вот. Сигнал. Пульс будет в нуле, потом вот здесь, потом вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот такие точки получились. Хорошо. Теперь у нас есть дискретизированный, как говорится, дискретизированный сигнал, который можно представить в виде вот таких вот вертикальных линий. Дискретизированный сигнал. Так, хорошо. Возможно, возможность дискретизации, вообще цифровизации стала только за счет того, что у нас повысилась частота, с которой производится вычисление в микроконтроллерах, в микропроцессорах. Скорость вычисления и напрямую зависит от точность восстановления этого сигнала. Почему? Потому что мы после того, как получили сигнал от микрофона, мы должны его оцифровать. После оцифровки производится отправка. Вот. Отправка в модулятор и потом в канал связи. А здесь, на этом этапе, если производится дискретизация и оцифровка производится неправильно, то на приеме мы восстановить сигнал не сможем. Поэтому дискретизация должна быть, во-первых, достаточно частая, чтобы можно было восстановить, но не такая частая, чтобы файл не был таким тяжелым. А то его будет долго передавать. Слишком точный будет файл и очень высокое качество будет. Это незачем. Сначала мы произвели дискретизацию по оси X по времени. Теперь произведем квантование. Что означает квантование? Это разделение уровня сигнала, ну или напряжение сигнала, обычно напряжение берется, на определенные уровни. Причем, каждый этот уровень будет иметь некоторый код. К примеру, нулевой уровень будет иметь код четырехзначный, ну или трехзначный, трехбитный. 0, 0, 0. Следующий 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1. 0, 1, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. И 1, 1, 1. То есть, восемь уровней мы определили. Теперь, измеряя напряжение вот этих вот уровней сигнала в каждый момент времени, который мы выбрали, да, с помощью аналога цифрового преобразователя мы можем, аналога цифрового преобразователя, это устройство, которое способно определить уровень напряжения и преобразовать его вот такой вот код. На каждом микроконтроллере есть свой аналоговый цифровой преобразователь. Мы сможем с помощью аналога цифрового преобразователя определить уровень и код каждого из этих значений сигнала. Таким образом у нас получится первый сигнал, это примерно вот это вот, то есть происходит округление. Дошли сюда. Второй уровень. Потом пошли на максимум. Потом опустились сюда. Потом так, округлили до нижнего. Еще раз округлили до нижнего. Следующий у нас поднялись, опустились пониже. Здесь тоже пониже, потому что выше уровня у нас никакого нету и здесь тоже. И далее вот этот уровень у нас вот этот. Он оказался между. Мы опускаем его ниже. Этот тоже оказался... Нет, этот попал в уровень, поэтому мы его берем, этот берем и вот этот вот у нас в уровень. То есть вот у нас получился цифровой сигнал. Как вы видите, оцифрованный сигнал также может иметь некоторые изменения и различия с оригиналом, но наше ухо, наши глаза не ощущают разницу между ними. Поэтому дальше в канал связи уже пойдет не аналоговый сигнал, а вот такие коды. То есть 0-0-0-0 это код будет нашего сигнала выглядеть вот так. Первый код будет 0-0-0, потом дальше 1-0-1, дальше следующий код 1-0-1. 1-1-1, дальше 1-1-0, дальше 1-1-0, дальше 0-1, ну и так далее. Этот сигнал можно преобразовать вот в такой вид. Импульсы. Импульсы. Потом 3 импульса вместе. 2 импульса вместе 0. И потом 1 импульс. И вот в таком виде отправляется на модулятор. Вот эти импульсы преобразуются в высокочастотный сигнал и отправляется дальше. На приеме также формируется вот такая вот кодовая последовательность, которая превращается вот в такую последовательность. А эту последовательность потом ей соответствие приводит уже на динамик звуковой сигнал. Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать по электромагнитным волнам. Спасибо за внимание. Следующее занятие у нас будет волновая оптика. До свидания.